привет всем добро пожаловать обратно в супер авто зверей новый скин на варлока оранжевый под цвет супер авто зверей смотрите подобрал специально ну чё кем сегодня будем играть я думаю dlc паком будем дальше играть патч с балансом все не выходит и не выходит я не знаю чего его ждать еще не ждать может его вообще не будет или мы можем играть стандартный пак и не использовать уток я имею ввиду никто нам не запрещает играть стандартный пак не использую уток правильно вот например здесь нет ни одной утки давайте попробуем сыграть тем что есть два комара и сверчок сверчок бывший чувак которого было пять звезд раньше теперь времена поменялись все изменилось мы все изменились не возьму я сверчка дайте мне что-то другое о выдра выдра это не утка и выдра у нас сколько я знаю никто фиксить не собирается поэтому попробуем поиграть в выдру 3 3 2 2 1 2 отлично и мы будем комедийные жены потому что жена это очень смешно один раз женился и потом всю жизнь всю жизнь потом только смеешься нет я шучу все хорошо окей у нас будет ничья первый ход против аксел акселот для отличная рыба которая на самом деле не рыба утка сегодня не твой день мы не играем утиный гамбит и если мы играем выдру есть смысл покупать яблоко на комара то есть сделать такой типа как будто мы играем dlc паком мне очень понравилась идея в dlc паке заряжать одного питомца яблоками и другими апгрейдами в этом случае у нас выдра используются давайте один ролл сделаем утка прямо хочет на борт вот хочет не может знаешь что утка ладно так уж и быть куплю я на нашего москита яблоко 44 хороший баф пофиг купим утку что можно взять может взять один ролл и сразу утку продать будет смешно имею ввиду утки прямо идут и идут но я этого не сделаю что я сейчас делаю я продам эту утку это будет очень странный маневр я соединю комаров что тоже очень странно выглядит и теперь соединю выдох у меня будет 6 6 боец и 3 4 боец и скорее всего этот раунд мы проиграем в любом случае чтобы я не купил скорее всего мы его проигрывали но у нас есть между прочим никакого проигрывания ничья и посмотрите зато мы вложились это я говорю я сейчас не прикалываюсь это нормальная тактика то что я сейчас делаю это адекватная тактика получить одного сильного бойца такой псевдо утиный гамбит вместо того чтобы закупать пачку разных бойцов ты вкладываешься в одного сильного мясо если выдра остается есть стоит дать мясо это факт если она остается слон я так я считаю он трэш и вряд ли что то изменится в ближайшее время слон очень плохой не стоит его брать тебе никогда я думаю ты хочешь здесь рольнуть да 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 и выдра остается выдра остается я думаю краб берется и мясо будет на краба окей мы покупаем выдру верблюд не идеален далеко не идеален у него плохие статы прикольно было бы еще верблюда и ему мясо в принципе вариант мы его купим верблюда я имею ввиду мы купим вот это нифига мы не купим этого верблюда или купим я думаю что крабу мясо было бы шикарно здесь прям вообще мясо на краба это офигительно давай в заморозку что ли верблюда не 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 мы хотим раскачивать вот то что у нас сейчас есть верблюд нам никак не помогает 2.5 он без статов если бы я мог бы попробовать на верблюда навесить баф а не мог потому что верблюда мы получили за рыбу ну и вот примерно такой план смотрите два сильных зверя делают полный вынос батьки врагов и тебе не нужно закупать полный стол зверей когда у тебя есть один ну или несколько сильных бойцов и здесь очень интересный момент яблоко сейчас выгоднее чем покупать вот это все мы ставим ставку на этого москита я покупаю ему яблоко даже не думаю утка утка отдыхай то же самое если мы выдру дальше оставляем ей стоит дать мясо а я думаю я думаю выгоднее наверное паролить и поискать еще выдру или комара чем мясо на выдру давать капкейк сейчас нам скорее всего гарантированную победу дает и этим билдом мы идем за быстрой победой то что мы сейчас пытаемся сделать мы сейчас пытаемся пропушить до десяти кубков как может быстрее идет пока что не очень много ничьих поэтому капкейк вариант давайте так и сделаем капкейк и на выдру на выдру мяса не буду я ролить искать еще выдр я сделаю ставку на быстрые победы и это чисто было этот загрузка у нас сейчас такая идет типа против как утиного гамбита мы встретили очень много не не прокачанных патик но если мы встретили утиной гамбит мы нормально против них стояли черепаха сейчас офигительно перед москитом просто шикарно надо было сначала салат купить перед тем как покупать черепаху да я вот этого боялся ну ладно и здесь ну поставить кенгуру за краба вполне неплохо мне кажется мы выигрываем сейчас в любом случае то есть нужно думать нужна ли мне эта кенгуру не нужна честно говоря мы и так в полном порядке ладно поставлю я кенгуру выдру кстати может вперед может она хорошо разменяется отлично разменяется три собаки ох ты мой хороший три блин собаки это утиный гамбит стопроцентный и мы проиграем ему просто сила утиного гамбита это жесть три собаки раскачаны ну кому то очень повезло тут ты ничего не сделаешь особо черепаху можно оставить и черепаху можно оставить и дать ей мясо но я не уверен в этом маневре у нас сейчас мест как бы нет два краба вполне адекватное решение было бы для побед здесь и сейчас кит черепаха тоже комбо но киту не хватает урона я думаю я роль ну о улитка ну что прощай кенгуру наверное прошу прощения прощай кенгуру наверное она как бы хороша но недостаточно хороша выдру я не отдам она у меня раскачанная проблема в том что вот этот парень у нас никак не качается ну хотя мы можем сейчас жираф поставить либо прощай кенгуру либо прощай черепаха я считаю что черепаха сильнее на данном этапе мы делаем так качаем всех чеснок буквально некому выдать так ставим обратно как было яблоко когда есть салат доступен не хочется покупать нам стоит взять жирафа прокачка и ролл ну вот можно таблетку на черепаху сейчас использовать купить например еще одну черепаху и будет у нас запасная черепаха с другой стороны раз пошла такая пьянка можно качать черепаху ммм таблетка на черепаху черепаха мясо я навешал на всех но все остальные дело в том что что выдра что краб без мяса будут ну не очень ладно оставляю я нам черепаху пока там посмотрим еще одна улитка и наконец-то уровень на комара додо я не стал брать я его скипнул немножко из принципа я не знаю потому что пошел он нафиг ну достало уже играть через додо додо петух все дела да имба ну я пытаюсь чуть поинтереснее сделать утиный гамбит с уткой красиво смешное молодец чувак фузи ботом настоящий утиный гамбит трушный окей соединяем тебя скорпион скорпиона нужно ставить он так силен ну и теперь вы видите в чем проблема у нас места не хватает петух на раскачку офигенен был бы петуха надо заморозить наверное хотя давайте без петуха играть давайте да я тогда принципиально сейчас поставлю ногу и скажу что петух идет нафиг опять же раз в патче его фиксят не будем на нем фокусироваться краба можно убрать поставить вместо краба скорпиона это хорошая идея относительно хотя крабы раскачаны все дела но я не скажу что он прям сильно нужен додо у нас для него нет я думаю что краба можно продать и скорпиона попробуем сделать большого скорпа я вот сюда скорпиона поставлю и я попробую его наверное качнуть пару роллов так бизон не работает гипопотам интересен это стоит заморозить бегемоты бегемоты интересен был бы а после попробую раскачать скорпа не стандартное расположение скорпа но мы его ставим под прокачку сейчас под прокачку жирафа надеюсь что пару раундов мы прокатим пожалуйста не черепаху спасибо и мы в полном порядке четвертый кубок пошел так ты хочешь обезьяну брать всегда в стандартном паке наверное теперь вместо жирафа мы ставим скорпа вперед мы берем обезьяну и обезьяна будет качать скорпа это будет большой скорп билд the giant скорп он будет такой большой так ну и вопрос оставляем ли мы выдру или нет выдра на выдру сейчас даст рандомный плюс 2 плюс 2 и усилить саму выдру следующий на продажу наверное выдра потому что я хочу обезьяной раскачивать скорпа еще скорпу можно еды взять это вариант если выдра на продажу нам не стоит ее покупать хотя баф рандомный но все кроме выдры скорее всего остаются тогда выгоднее выдру купить а баф на комаров меня вполне устраивает это в заморозку грушу ролл черепаху я очень недоволен тем что у меня черепаха не прокачалась 6-6 скорп вперед и сейчас кажется что 6-6 скорп бесполезно ну типа какая разница у тебя что 6-6 скорп упал что 50-50 скорп упал но чем дальше тем больше эта разница будет видна в прокачке скорпа когда он начнет переживать первые пару ударов он будет так хорош окей две обезьяны это то что мы хотим видеть я думаю время выдры прошло либо время черепахи прошло здесь уже как смотреть я избавлюсь из выдры черепаха мне не нравится можно еще качать а можно взять тюленя и качать всю патьку раскармливая тюленя тюленя макую если ему на него сейчас п tolerantу куплю будет если ему на него сейчас куплю полу 2-2 на всю пачку даст хорошие бафы я могу тюленя капкейк грушу. Вопрос, куда? Вместо одной из обезьян, да? Ну, вариант. Если мы берем черепаху и качаем ее на второй уровень, то там нужен будет какой-нибудь боец. Ладно, давайте попробуем тюленя. Пофиг. Будет весело. Давно мы не играли тюленя. Тюленю нужно искать шоколадки, по большому счету. Он именно с шоколадками рулит. Потому что шоколадка, он с шоколадки и баф получает, и он дополнительно выигрывает по... И дополнительно выигрывает по... По бафам на всю патьку. Так что ты, да, тюленя хочешь. Черепаха второй уровень, наконец-то... Леопард. Леопарда вместо корпа можем поставить. Правда, скорб уже 8-8. Леопарда можно поставить вместо тюленя. Раскачивать его обезьянкой. Не-не-не. На черепаху, я думаю, я хочу чили навесить. Это ей пригодится всегда. Ролл не будет у нас с того плана, который я думал. Так, это заморозить под тюленя. Черепаху на третий уровень вполне норм. И мы ролим, ищем шоколадки для тюлежки. Все, нормально. Патька себя чувствует отлично. Ну, как отлично? Тюлень трэш. Тюлень очень плохой. Если что, на всякий случай. Тюлень на самом деле плохой. Он неэффективный. По-моему. Ох, как повезло с... Как нам повезло здесь. Очень повезло с выстрелами от змеи. Она не попала вообще, куда нужно было. Окей, или мы можем скорпа на третий левел качать и проходить ачивку на скорпа. Я думаю, вы знаете, что я сделаю. Я куплю этих двух скорпионов, потому что... Блин, почему бы и нет? Ну, семь кубков. Надо еще и выиграть. Мало просто делать то, что мы делаем. Черепаху качать мы не будем. Для того, чтобы выиграть, нам нужно качать тюленя. Для того, чтобы было весело и получить ачивку, нам нужно качать скорпа. Но я думаю, мы сейчас начнем проигрывать. Да. Ну вот, смотрите. Такие патьки, мы уже все. У нас недостаточно статов. Здесь мы не выиграем. И шансов никаких не было никогда. Пудель второго левела. Плюс бизон. Фулл раскачка билд. Арбузная броня нам не нужна. Мы играем черепаху. Улитка, блин, была бы офигительна. Я, наверное, возьму ее вместо обезьяны сейчас. Для бафа. Все-таки очень сильный баф. И всем, а не только скорпиону. Ну а там дальше мы глянем, как это сделать. Тюлень, блин. Вот. Вот, 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 вот. Кот плюс тюлень. Это то, что мы хотим. И еда, усиленная котом. Плюс тюлень бафает. Обидно, что ни одной шоколадки больше. Нам бы, блин, шоколадка сейчас как воздух нужна была бы. Тюлень на второй уровень. Это супер важно. Но скорпион большой. Красивая. О, додо петух. Понятно. Приехали. Был расчет на то... Ну тут, да. Был расчет у меня на то, что... Может быть, черепаха сможет петуха поконтрить. Но против додо петуха мало что можно сделать. Окей, мы хотим дальше кормить тюленя. Наконец-то шоколадка на тюленя. И корову было бы отлично поставить под тюленя. Вопрос вместо кого? Ну, наверное, на данном этапе вместо кота. Хотя мне бы в идеале кота бы, когда я буду бафать тюленя. Но... Вот конкретно этот ход. Вот это лучше. Корову стоит продать, чтобы тюленью не бафал. Это невыгодно здесь и сейчас. Но если мы выиграем, мы выиграем этот раунд. Независимо, сколько у нас бойцов. И оставшиеся деньги я потрачу на роллы. Ну, ходим мы по лезвию бритвы. И... Не самая эффективная комбо. Большого скорпа сделали. И большой скорбь победит собаку. Правда, там еще 5-50 краб. Моя черепаха не пробивает кенгуру. Моя черепаха пробивает кенгуру. Молодец, черепаха. Черепаха так хороша. А вот почему... Я перчик зауважал намного сильнее, чем раньше. Раньше перчик был у меня вообще в списке. Дел никогда не был. Я думаю, мы не можем позволить себе качать тюленя. Это не то, что мы хотим. Нужно найти кого-то, кого поставить здесь в качестве бойца. Эх, я надеялся, тюленя упадет. Тигр плюс кто? Тигр у нас сейчас не работает вообще. Надо ролить. Надо ролить, искать какого-нибудь бойца на один раунд. Хм. Ну, похоже, что это будет крокодил. Крокодил может снайп на тигра сделать. Этот раунд мы провели почти бесполезно. Скорее всего, это последний раунд. 8 кубков, я думаю, будет. Да. Это оно. Мы сбиваем с другой стороны здесь. Перчик на черепахе неплохо сработал. Здесь мы потеряем арбузную броню. Но тут будет размен. Муха контрит всю нашу арбузную броню. Еще один баф сюда. А, там перец был. Я даже не обратил внимания. 8 кубков. Не мета. Тюлень. Попытка сделать тюлень рабочим. Большой скорбь, я не думаю, что был ошибкой. Большой скорбь отработал себя отлично. Но мы влетели вот тут на додо петуха. Но его просто нечем контрить. Давайте еще раз. Выдра меня устраивает. Знаете что? Можно муравья выдрой качать вполне. И с той же тактикой. Заморозить яблоко. Если здесь не будет что-то подходящего, тогда мы берем яблоко. Но здесь есть подходящие муравьи. Это заморозку идут сейчас. И мы будем магические рейнджеры. Dungeons and Dragons. Почему бы и нет? Каутиный гамбит. Это очень хорошие новости. Мы должны выиграть. Для нас. Если мы не играем у тима и гамбит, мы пытаемся победить как можно быстрее. И как много муравьев. Офигенно. Я буду их всех покупать. И на первого муравья яблоко. Потому что это будет наш боец переднего фронта. Я изменил свое мнение насчет еды в начале игры. Теперь я покупаю. Давайте сделаем. Так и оставляем. Нормально. Теперь я покупаю в начале игры яблоки. Все после того, как я поиграл много DLC паком. И прямо почувствовал силу. Это у нас должна быть еще одна легкая победа. Сила муравьев. Сила. Сила выдры. И опять же яблоки я с удовольствием буду покупать на муравья. Но для начала мы сделаем соединение. Лошадь плюс барашка на один раунд вполне неплохо. Барашка сама по себе неплохая. Я имею в виду. Нет смысла ее не брать. Да, она сильна. Выдра в этот раз. Что-то не вижу я, чтобы она задерживалась. Наверное, яблоко стоит заморозить. Краб. Краб, 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 краб. Краб за муравьем. Он будет 5-3. Что лучше, чем все остальные бойцы в нашей команде. И муравью если дать яблоко, то краб будет 6. Что тоже вполне неплохо. Я думаю, я хочу сделать вот так. И в конце барашка с еще одним муравьем будут псевдосверчка изображать. Потому что что ты хочешь сделать? Ты сейчас хочешь максимально усилиться на один раунд. Капкейк тоже можно было брать. Но здесь мы должны быть в порядке. Краб как раз вот и затащил. Мы выиграем за счет размена. И самона барашков. И именно самон барашков затащил против этого чувака. Продолжаем, наверное, качать муравья, я думаю. Придерживаемся тактики. Вот есть додо. Учитывая, что у меня есть краб, наверное, я должен сделать так. Должен сделать так. 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 Я знаю, я играю в додо. Я вижу. Я в курсе. Типа я говорил, что мы эту не буду играть. Но, блин, где-то вот до определенного момента. Выдра уже не нужна, наверное. Эх, хотя это плюс один, плюс один за два золота. Ммм, может, не-не-не. На следующий ход нам есть, кого искать. Жирафа для додо. И додо с крабом должны быть хороши. В чем наша главная слабость? Муравей не лучший. Танк, мягко говоря. У него базовый стат. Это вообще не танковый. Он начинает с 1 здоровья. Поэтому краба он фигово раскачивает. Из положительных моментов краб плюс додо хороши. И мы выиграем снова из-за барашка в конце. Очень важно. Последний боец призывающий с ОМОНом. Ты всегда хочешь так, если можешь сделать. И барашка себя отработал более чем красиво. Давайте. Муравья в соединение. Я буду этого муравья раскачивать. Я не буду делать таблетку на муравья. Еще что такое. Это сильно хитро. Барашек. Теперь, наверное, может уйти. Потому что теперь я буду брать жирафа. Эти рандомные бафыдры. Совсем не туда полетел, куда я хотел. Мы хотим жирафа сюда. Бык сильный. Бык плюс додо. Это как краб плюс додо. В принципе. Альтернатива. Ну, можно сейчас бык, например, мясо. И мясо. Да хоть бы и на додо. Я лучше паролю. Бык очень хочет на вечеринку. Я паролю и поищу нам еще одного додо, честно говоря. Вот что я хочу. Ну, этого ничего я не нашел. Поэтому сейчас самый лучший ход для нас. Это, кстати, наверное, чеснок на муравья. Или чеснок на краба. Если мы играем додо, то чеснок на краба лучше. Лучше бы кролик и чеснок, но я поролил. Поэтому. Гей, знаете что? Кролик. А на следующий ход два чеснока. Чеснок на додо. Чеснок на муравья. Ну что? Сейчас вот чеснок бы зарешал. Именно тот случай. По-моему, тогда бы муравей пробился до быка. С чесноком. А так получается, что просто сейчас бык съест. Ну ладно, будем считать, что минус один раунд есть за моей жадности. Ну, а с другой стороны, теперь у нас есть улитка. Есть несколько ходов. Во-первых, продаем жирафа или краба. Покупаем два чеснока на додо и... муравья с двумя кроликами. Потом кроликов соединяем, покупаем улитку. Но это много денег. У нас не хватит просто денег. Значит, нужно обойтись одним кроликом. Улитку нужно купить обязательно. Тогда мы делаем так. Тогда я, наверное, оставлю нам краба, да? Или додо. Нет, нет, додо. Додо получает чеснок плюс баф кролика. Теперь мы кролика продаем. Покупаем улитку. Мы улитку продаем. И мы покупаем кролика для следующего хода. Странный маневр. Возможно, я мог сделать лучше. Но жирафа я очень хотел оставить. Жирафа это первая раскачка, которая есть у стандартного пака. Поэтому я хотел его оставить. Привет. Собака. Здравствуй. Hello darkness mild friend. И вот, пожалуйста, чеснок. Чеснок на доду. У нас не ща, но могло быть поражение. Еще один кролик. Кролики очень хотят на вечеринку. Ну, раз кролики хотят на вечеринку, ладно. Кролик меня уговорил. Давайте чеснок на краба. И теперь обезьяну вместо жирафа. Еще один кролик мы тебя замораживаем. Ладно, уж так уж и быть. Жираф, спасибо за службу. Берем обезьяну. Раскачка муравья. Очень хороша. Пингвин тоже был бы норм, если бы у меня были уровни на доду или еще на кого-то. Но их нет. Поэтому. Скунса надо попробовать. Что мы не тестили, это скунса. Ну, как не тестили? Мы несколько раз брали скунса. И он, кстати, каждый раз делал хорошую работу. У тебя пчела в пачке. Айджордж, уважаю. Мэдрэспект. Айджорджу. За нестандартные тактики. Красивая. Это смешно. Я большое уважение. Когда ты делаешь билд на базе, это будет смешно. Я всегда это уважаю. Ну и что, классика большой скорб, да? Ты берешь и делаешь большого скорба. Но мы не будем, наверное, сегодня делать большого скорба. Или будем? Если делать большого скорба, то, наверное, вместо... Краба. Не-не-нет большого скорба, ребят. Кролик зато есть. Хороший баф. А большой скорб, по-моему, не сработает. Из этих зверей мне никто не интересен. Похоже, что нам придется проролить три золота. Из преимуществ мы нашли хорошую еду и еще одну обезьяну. И еда с кроликом особо хороша. Ни одного уровня на додо. Ну, не то, что даже ни одного уровня. Просто ни одного додо. И тем не менее, даже без прокачки он так силен. Неудивительно, что его фиксят. Фиктики. А я сегодня по радио слышал, как обсуждали. Господи, радио в такси ехал, слушал радио. Ну, как, не специально слушал, но слышал радио в такси. Там рассказывали, как, блин, офигительно будет, когда, наконец, запретят все зарубежные мультики и оставят такие хорошие русские мультики, как Фиксики. Фиксики, пушка. А этот Дисней, фу, фигню снимает всякую. Ну, это, типа, люди в эфир звонили и такие делились своим мнением по поводу современных мультфильмов. Короче, Фиксики рулят в Дисней Трэш. Я. No comment. Мы точно бы хотим взять корову с кроликом обезьяна. Спасибо за службу. И потому что я хочу все бафы от еды на этого чувака впереди у нас. Есть варианты на додо. Как бы играть это. Такая обезьяна может теперь поставить, поролить на додо. Два скунса. Можно плюнуть на обезьяну. Поставить скунсов. Обезьяна, тусуйся. Я передумал, короче. Мы будем скунсов играть. Это будет, как я люблю говорить, это будет смешно. Обезьяна сильна. О-оу. Скорб. И додо второго уровня. С рыбой. Нет. Один хп на крабе. Е-е-е-е. Мы проиграем. Из-за пчелы. Но мы почти затащили. Трусливый барсу. Блин. Давайте мне вот так. И уровни нужны додо. Но я делаю нам скунса второго уровня. Вместо краба мы можем поставить змею. Змея бафнутая додо не так сильна. Но додо у нас что-то вообще не хочет работать. Мой друг. Додо. Мой друг додо. Что сделать, чтобы он работал? Додо, тебе что сделать? Нам, кстати, стоит кролика. Вперед поставить. Танковать скорпионов. Это я в прошлом раунде затупил. Я уже подумал после того, как зашел в бой. Надо было так сделать. Эм. Смея, 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 смея. Я ее заморожу и куплю пока что чеснок на скунс. Потому что скунс остается. А вот. Может быть мы додо добьем до второго уровня наконец-то. А еще есть вариант заменить додо на... Заменить додо на змею. Потому что додо не особо сейчас что-то делает. А лошадь индейка я даже только сейчас заметил. Круто. Крутяк. Ну, кстати, лошадь индейка уже ничего не делают. Хорошая победа. Хороший выстрел от нашего скунса. Со скунсом змея особо сильна, да? Возможно, время пришлось избавиться от кролика. Хотя мы и набили... Мы набили тюленя. Который с кроликом в теории офигительно, да? И у нас есть сейчас две еды хорошие для этого тюленя. Ты продаешь краба, ты продаешь додо. Ставишь тюленя змею и веселишься. Потому что это будет очень смешно. Ну, это даже я не только то, что типа это смешно. Я на самом деле думаю, что это хорошая идея. Его с... Ну, как-то вот так. Наверное. Не-не-не. Кролик вперед танковать скорбов. Вот это наша расстановка. И у нас есть преимущество. У нас есть скунс. Который будет очень хорошо контрить вражеских танков. Делать 12 хп собакам. И все такое. Но задача змеи будет разобрать уже всех остальных. Получится ли? Хороший вопрос. Пока что получается. Скунс наше прикрытие. Служба поддержки. Так. Эмм... Змея. Ну, змея вполне можно выдачить. Чили. Если я хочу баф от кролика получить. Но уровни сейчас были бы намного круче. Окей. Мы можем сделать сейчас... Уровень второй на тюленя. Тигр на скунса. Это весело. Окей. Тигр на скунса будет смешно. Вы знали, что я это скажу. Мы берем корову. Мы продаем корову. У нас 6 золота. Мы берем кота. Под двойным бафом мы делаем два раза молоко на тюленя. Кота 100% нужно было продать перед этим. И теперь мы ставим тигра на скунса. О, да. Можно еще тигра на змею? Ну, тигра на скунса пускай будет. Эм, да. Вот наша расстановка. Единственное, что у нас... Уязвимость к скорпу сейчас большая. Из-за того, что у меня впереди муравей с чесноком. Эм, да. Тигр на скорпу. Это не то, что нам нужно было. Но у нас есть змея против индейки. Если она застрелит индейку, будет офигенно. Давай. Змея, стреляй в индейку. Ну, камон. Индейку! А, не попало. Мы все равно в полном порядке. Потому что змея... Змея законтрила там барашек. Ну, и тут уже пора идти ва-банк. Еда. Змея, мясо. И один ролл. И... Можно мясо скунсу и скунса с тигром вперед. Но стрелять мы хотим как можно раньше. Мясо тигру просто на случай ничьей. Не, не, не. Знаете, что мы можем взять? Вот так вот. Вот такая красивая расстановка. Вот это то, что мы хотим. Я думаю. Тигра за снайпер или плохо? Змея промахнулась. Еще хуже. Как у нас тут дела? Мы проигрываем опять трусливому барсуку с пчелой. Как меня бесит эти трусливые барсуки. Прямо душа ты душа такая. Давай мне баф. Тюлень тащи. Чеснок. Чеснок, чеснок, чеснок нам не нужен. Наверное, просто еще одни суши сейчас. Уровень на змею было бы отлично добить. Вообще, вместо змеи, наверное, лучше какого-нибудь поставить. Какого-нибудь другого. Ладно. Это в заморозку. Если вдруг выжимем... Эх. Заморозь весь магазин. Вряд ли мы будем брать тебя. Может быть, скунца на третий уровень возьмем на следующий ход, если повезет. Давайте так сделаем. Ну и расстановка явно не сработала, поэтому возвращаем как было. Просто будем надеяться, что скорпа не будет. Скорпа нет. Но есть... У них тоже змея, причем второго уровня. Наша змея начала стрелять раньше. Если мы подстрелим индейку, было бы шикарно. Давай, змея, стреляй, блин. Змея руинища у нас. Она не подстрелила индейку. Нифига. А вот у них змея жучара. Окей. Ничья. Ну, все-таки ничья случилась. И шо, я действительно возьму сейчас двух скунцев и попробую наролить третий левел скунца, да? Не повезло. Бывает. Скунцу мяса его вперед. У нас... Танк у нас такой слабый. Ну, из-за того, что я пошел в змею. Ставка на змею не окупилась. Ну, че, может, это скорпа вместо нее? Уровней на змею вообще не было. Так, какой будет самый лучший ход? Наверное, просто суши. И искать на тюленя статы. Возможно, вот это лучший вариант. Но нет, у... У тюленя не хватит урона. А, я не верю, что мы сейчас затащим. Но я буду надеяться на чудо, да? Давайте. Я верю в чудо. Я жив покуда. Я верю в чудо. Но должен буду я умереть. Похоже, что... Чувак, нам нужно тигра застрелить. Тигр не был застрелен. Теперь будет 43 тысячи автобусов. О-оу. Жесть. Просто жесть. И мы проигрываем опять Самону в конце. О-о-о-о! Эти Самоны в конце! Три раунда мы проиграли. Или четыре раунда проиграли Самоном в конце. Может, мне тоже стоит посмотреть в эту сторону. Того, чтобы всегда в конце... Я сказал в начале игры, что это правильный ход. Когда мы играли через этого... Через барашку. И я знаю, что это правильный ход. Потому что именно из-за Самона Сверчок когда-то в моем рейтинге получил 5 звезд. И потом этого не сделал в лейте. Что нужно было? Набло грибочек навесить на тигра. И все, проблема решена. Проблем solved. Если вы хотели выиграть тот раунд, не нужно было брать скунсов и всякую ересь. И змею надо было змеить на Скорпо, наверное. Или на что-нибудь еще. Не оставляйте ее. Если ты видишь, что у тебя змея не прокачивается, игнори ее. Забей на нее. Ну, попробовали что-то интересное. Да? Что же? Что-то да, значит. Немного нас сегодня помотали. Не дали нам побед. Ну, ладно. 9 кубков, 8 кубков. Результаты хорошие. Средние. Спасибо большое вам за то, что вы смотрели. Надеюсь, вам понравилось видео. Внизу в комментариях пишите ваши предложения, идеи. Пишите ПОК. Я люблю автозверей. Спамьте любые комментарии, которые вам нравятся. И я закреплю какой-нибудь. Наверное, если не забуду. Если вам понравилось видео, жмите палец вверх. И если хотите смотреть еще, подписывайтесь на канал. Я, как всегда, желаю вам отличного дня. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok